Я полагаю, что топ-новость – это, конечно, встреча Байдена и Си. Есть какие-то новости на этот счет, скажите, пожалуйста? Ну, пока нет. Масса ожиданий. Ну, мне кажется, вот много анализируется китайская пресса, посвященная визиту. Мне кажется, основная цель визита Си – это снять растущее напряжение в отношениях Соединенных Штатов и Китая. Мне кажется, что Си понял, что он немножко замахнулся слишком не по рангу и не по весу на противостояние вот в этой Четвертой мировой войне, которая сейчас разгорается вселенной, слишком понадеявшись на своих вассалов, на Путина и Иран. Ну, мы помним знаменитую пресс-конференцию Путина 5 февраля, 21 года, когда он вернулся из Пекина, был в чрезвычайно приподнятом эмоциональном настроении. Ну, Си его подтолкнуло на военного Ванчева. Она безошибочно, беспрогрешно была для Китая. Ну, как бы испытывалось состояние Запада, если бы Путин преуспел, а он близок был к тому, чтобы преуспеть. Украина ведь сама, помните, американская разведка предсказывала, что Киев будет взят за неделю. Собственно, тогда, сейчас можно уже сказать, вот с высоты прошедших полутора лет, что первая такая решающая битва, Четвертая мировая война, она прошла за Гастомельский аэропорт. И в этой битве свободный мир одержал победу. Победа ему принесла героизм Украине. И в случае падения Киева, ну, Путин бы в ориоле этой успеха, встал бы на границе Балтии и Польши, размахивая ядерной бомбой, повторил бы вот ультиматум знаменитый, собирайте монатки и выбирайтесь вон. Этого не произошло. А в чем был расчет Китая? Ну, если бы было вот по этому сценарию, ну, мы же понимаем, что поражение Украины при беспомощном Соединенных Штатах, наблюдающих за этим, ну, привело бы по существу к полному падению авторитета Северных Штатов везде, в том числе на Дальнем Востоке. И не то, что Пекин мог взрывать Тайвань, Сан-Вайцы сами бы принесли ключи от своего острова. Ну, а расчет был простой. Ну, в этом случае, да, абсолютно поражение Путина, но он становится уже таким беспомощным вассалом Китая, как сейчас, что Китай фактически приобретает полное экономическое, демографическое влияние в Сибири. То есть, в любом случае, Китай выиграл или Тайвань, или Сибирь. Но он решил, китайцы, попробовать второго вассала, ведь они провели очень важную услугу, сделали для Ирана. Мы помним, в Пекине была встреча президента Ирана с руководителем Савуевской Аравии, и восстановились дипломатические отношения между этими странами. Это очень простой конфликт назревал. Он был, введен, была поддержка большому Ирану. И Иран, вдохновленный этой поддержкой, по существу организовал такую глобальную атаку на Израиль. Мы же понимаем, что и ХАМАС, и ХСБУА – это просто прокси Ирана. Была вторая попытка унизить Соединенные Штаты, уже не поражением Украины, а поражением Израиля. Вот эта невероятная жестокость, которую проявили боевики ХАМАСа в израильских кибурцах, она была рассчитана на то, и расчет оправдался, что после этого у Израиля не оставалось никакого другого выхода, как идти на ту наземную операцию, которую он сейчас довольно успешно проводит. Ну, а следующим шагом иранских кураторов была атака ХСБУА, еще более мощной организации, которая ударила бы с севера. Ну, здесь очень достойно отреагировали Соединенные Штаты. отправкой двух авианосных соединений, а потом и подводной лодки Огайо к берегам Ливана и Израиля. И, в общем, слились их ХСБУА, и Иран испугались. И сейчас выпускают всякие заявления о том, что они категорически против эскалации конфликта. Но теперь уже не они, а Израиль и Соединенные Штаты будут решать, эскалировать их или нет. Ну, вот, мне кажется, товарищ Си, убедившись, что два его прокси, он как бы прощупал, прощупал, как говоря, красноармейским языком, прощупал штыком Запад, понял, что Запад – это не такая беспомощная конструкция. Ну, они все, они все были вдохновлены, конечно, к грандиозной репутационной катастрофой западотелевизионной бегства американцев из Афганистана. Это все ускорило все эти процессы. А у Си возникли, мне кажется, большие трудности внутри, внутри Китая. Он вообще пошел уже на достаточно авантюрную акцию. И третий срок – это пошел бы такой военно-политический переворот внутри Китая, полный разрыв с наследием Дэн Циапина. И не только в плане преемственности запрет на третий срок, но и идеологически. Ведь концепция Дэн Циапина была максимально конструктивна для Китая использовать партнерские экономические отношения с Соединенными Штатами. И благодаря этому Китай достиг невероятных успехов. Они, во-первых, вытащили миллиард населения из голода. И, во-вторых, достигли такого уровня технологического развития. Ну, конечно, позади Синий Штат Наракова, который никогда не достигал Советский Союз в своем технологическом сопернике. И все это сейчас поставлено под угрозу вот такими амбициями. А амбиция очень простая – захватить Тайвань, собственно. Я думаю, что Си соблазнил китайские элиты вот своим третьим разрешением демонстрировали свой. Он сказал, я вам верну Тайвань. Ну, теперь ему ясно, что никакого Тайвана не получат. И мне кажется, он ищет возвращение на пути конструктивного развития отношений с Соединенным Штатом. Тем более доносятся из Пекина какие-то странные известия все время. То есть исчезает министр обороны и министр иностранных дел. Недавно загадочная смерть совершенно молодого по меркам китайского руководства товарища Ли, который, собственно, и должен был быть китайским императором вместо товарища Си. Я думаю, что китайские элиты осознали неудачу вот этого замаха, замаха Си на конфронтацию с Соединенными Штатами. И вот я берусь предсказать, что вечером мы услышим некие такие примирительные формулы от обоих лидеров. Андрей Андреевич, а как Вы считаете, повлияет ли как-то эта встреча на войну, в целом на ситуацию в Украине? Или вообще никоим образом это не отразится? Потому что мы видели некий реверанс, когда накануне визита Си Штаты заявили, что мы не видим признаков предоставления КНР помощи России, военной помощи имеется в виду. И еще что-то, то есть какие-то такие приятные для китайцев вещи, они очень ценят такое. А вот Китай что-то может пообещать Штатам взамен? Мы не будем предоставлять помощь, мы будем уговаривать Путина отступить, мы там не будем наши прокси использовать там Северную Корею, чтобы они артиллерийские снаряды россиянам не передавали. Вот что-то такое будет или вообще не об этом речь? Нет, здесь должна быть об этом, тем более сейчас очень остро стоит ситуация на Ближнем Востоке. Я думаю, что Соединенные Штаты на пороге вступления в эту, то что я называю, Четвертую мировую войну уже реально своими вооруженными силами. Но фактически это уже происходит. Соединенные Штаты атакуют целый ряд объектов Ирана в Сирии и хуситов в Йемене. И в общем-то я уже об этом говорил, что теперь уже не Хазбала, а Хазбала заверяет, что нет-нет, мы не готовы к эскалации, но теперь не они будут решать. Ведь вы же помните, когда Байден посылал свои авианосные соединения, он заявил, непосредственно обращаясь к Хазбале и Ирану. Он назвал «одна организация и одно государство». Он сказал «don't, don't», ни в коем случае не вмешивайтесь. Но столкновения на северной границе Израиля не идут вовсю, и весь вопрос дедушка Байден сам волен решать. Нарушили ли, уже Хазбала или нет, его предупреждение «don't, don't». Я думаю, что его израильские партнеры всячески уверяют того, что это произошло. И вот заявления израильских лидеров последние два дня по адресу Хазбалу, они все более откровенные и беспропромиссные. Что мы, конечно, не потерпим такой ситуации на нашей северной границе, и за этими заявления стоят и Соединенные Штаты, конечно. Поэтому важное условие СИБ будет добиваться снятия тех жестких экономических ограничений, которые еще при Трампе были введены и поддержаны потом Байденом. А в ответ на это он должен показать, что он отказался от четвертой мировой войны, что он не стоит за этими своими прокси, и за Ираном, и за Путиным. А в чем же, за что же еще его должны вознаграждать возвращение к полноценному экономическому сотрудничеству в Северной Штаты только за это? – Андрей Андреевич, хотел бы вас расспросить по поводу того, что сейчас происходит с помощью нашей стране. Почему? Потому что, как оказалось, Байден, скорее всего, подпишет вот этот принятый Палатой представителей бюджет о временном финансировании правительства без выделения денег для Украины и, что тоже важно, для Израиля. К этому вопросу, как я понимаю, уже вернутся после 23-го числа, после Дня Благодарения. И вот интересно, почему республиканцы все же против? Почему не удается проголосовать за выделение помощи для Украины? – Вот вы совершенно справедливо подчеркнули, что там он подпишет такое соглашение до 19 января финансирование. Нет помощи ни Украины, ни Израиля. То есть вот нет какого-то специальной дискриминации в адрес Украины. Ну, не секрет, что помощь Украины блокирует меньшинство республиканской партии. Вы спросите, как это можно, меньшинство? Ну, во-первых, вот самый фундаментальный математический факт, который должны понимать в Украине. И я бы с этого даже вообще на эти все маневры в Палате представителей меньше обращать внимание. Есть более серьезные проблемы у нас относительно войны и позиции Соединенных Штатов. Три четверти Палаты представителей всегда голосуют за помощь Украине. Это, грубо говоря, 100% примерно демократов и половина республиканцев. Но вот части республиканцев, трампистские, они имеют возможность даже блокировать этот процесс, переносить, замедлять его, используя разные процедурные вопросы. Ну, связанные долго они возили с избранием спикера. Но, опять же, это даже не все трамписты. Вот с каждым спикером происходит одна и та же история. Первый был Кевин Маккарти, а сейчас Майк Джонсон. С ним происходит одна и та же история. Они, вообще говоря, трамписты. То есть, по большинству вопросов они поддерживают трампа. Но они не против Украины. Вот тот же Майк Джексон давал первое свое интервью Фокс-Ньюсу. Он давал интервью ведущему явному трамписту Ярому. И тот хотел как раз эту тему обыграть. Вот вы поддерживаете Израиль, а Украину нет. Нет, почему? Мы прекрасно понимаем, что нельзя позволить Путину победить, потому что он на этом не становится. Ну, и повторил все те формулы, которые мы с вами научили американский политический класс за прошедшие два года. Надо нам отдать с вами должное. Что тогда Путин пойдет угрожать в Восточной Европе. И нам, американцам, придется уже платить не только деньгами, но и кровью. То есть, он все это прекрасно понимает. Вот, почему это происходит? Вот, это личное отношение Трампа. Вы понимаете, большинство трампистов, ну, у них есть, у трампистов есть какие-то принципиальные разногласия там по ряду вопросов внутренней политики с республиканцами. Там масса вопросов. Там налоги, налоги, аборты, глобальное потребление, там гендерное разнообразие, какая-то куча. В Украине ни в коем случае не входит в набор этих дорогих для республиканцев вопросов. Но фанатики Трампа, лично ему преданные, ну, их вот таких фанатиков, которые сначала в Маккарте, а сейчас Джонсона называют предателем. Там же у них, мы же видим, до драк доходят среди республиканцев. Вчера была драка в Конгрессе. Их человек 10-15 фанатиков трамповских. На них очень забавно смотреть. Они под копирку повторяют, повторяют на разных телевизионных студиях стандартные методические кремлевские пропагандисты по Украине. Ну, во-первых, это нацистская страна, там запрещены 11 оппозиционных партий, это самая коррумпированная страна мира, все там разворовывается, орудие попадает, оружие попадает. Это все под копирку под Скобееву повторяется, и там же. То есть, эти люди действуют просто из своей личной фанатичной преданности Трампа. Не было бы этого мерзавца, не было бы никаких возражений у части республиканской партии. Но еще раз повторяю, это неприятно, это затягивает эти процессы. Но все наблюдатели американской сцены согласны с тем, что будут на 2024 год утверждены бюджеты поддержки и Украины, и Израиля. Сейчас много прогнозов мы слышим в отношении того, сколько может продлиться эта война. Потому что, ну, вот, издания, например, американские пишут о том, что это война на истощение. Путин перешел именно к такой стратегии. Руководитель украинской разведки, будем откровенны, тоже говорит о том, что, значит, эта война завтра не закончится. Хотя прогнозы были другими. Йенс Столтенберг говорит о том, что нам, то бишь НАТО, нужно признать, что Путин играет в долгую и так далее. И вот я хочу спросить, как вы считаете, как долго будет длиться эта война? И есть ведь инструментарий у стран НАТО приблизить победу Украины? Сделать так, чтобы эта война продолжалась не 2, 3, 10, 15 лет, а чтобы она закончилась гораздо быстрее? Такой инструмент есть. Почему его не задействовать? Декларировать на публике одно и говорить о том, что эта война будет длиться очень долго. Давайте соберемся, коллеги. Вы должны это понимать. С другой стороны, ребята, у вас есть все необходимое, чтобы эта война закончилась поскорее. Почему вы это не можете использовать? Простите, я вот часто произносятся такие слова. Сейчас, это самый распространенный мем, между прочим, сейчас в украинском мире пространстве, Запад. Запад устал от Украины, Запад не верит в ее победу, Запад скоро будет на нас оказывать давление. Кто такой Запад? Нет никого абстрактного, есть очень разные люди. Вот последний месяц после начала вот этого открытия израильского фронта, люди Запада, от которых зависят вот те события, которых вы спрашиваете, это три человека. Это Джо Байден, это Тони Блинкен и это Ллойд Остин. От этих людей мы слышим совершенно другие вещи. О том, что это два фронта одной и той же войны, в которой мы должны одержать победу. Путин и Хамас. Слушайте, обращение Байдена к нации по поводу войны на Ближнем Востоке меня приятно потрясло тем, что слово Украина употреблялось чаще, чем слово Израиль. Он начал с того Путин и Хамас. Путин хочет уничтожить Украину, Хамас хочет уничтожить Израиль. Мы никогда этого не допустим. Остин в Израиле, в Иерусалиме на пресс-конференции, его никто не спрашивал, пока он сам сказал, что мы самая сильная страна в мире и мировой истории. У нас хватит воли решимости поддержать наших союзников и в Европе, в Украину, и в Израиле. То есть вот этот мотив, еще один мем, который навязывается украинцам, к счастью, украинское метеопространство, что вот война в Израиле отвлекла внимание Запада. Ничего подобного. Как раз вот именно война в Израиле утвердила окончательно вот тот дискурс в руководстве американском, в администрации БАНа, который мы ей все время навязываем, что это часть мировой войны, объявленной. Россия объявила войну не Украине, Россия объявила войну Западу. И эта точка зрения поддерживается, как решить этот вопрос, очень просто. Ну, собственно, об этом и статья за ужину. Кстати, второе вот такое психологическое направление атаки на Украину, неправильная интерпретация статьи за ужину и в западной прессе, и частью украинской. Ну, вот слово «тупик». Статья, во-первых, статья написана на английском языке, предназначалась западной аудиторией, и предназначалась как раз для того, о чем вы говорите, потому что основной ее пафос – «дайте оружие, оружие, оружие». Почему надо дать оружие? Она говорит, что «style made», там слово «style made». Это английское слово из шахматной теории, патовая ситуация. «style made» – это не состояние белых или черных, а состояние общих позиций, когда они белые или черные, не могут перейти к активным действиям. Так на украинский и русский это было переведено словом «тупик». Причем «тупик» приписывался как бы только украинской стороне. Ведь мы же все время встречаемся на пунктах. Вот «залуженный признал, что Украина попала в тупик». Вот об этом кричат все российские пропагандистские каналы. Статья озаружена в том, что она довольно дерзко даже написана по отношению к нашему американскому свету. Причем мое предположение, что он даже согласовал с своими военными коллегами в Пентагоне и обращена на политическое руководство. Он пишет, что «посмотрите в свои собственные учебники, как можно вести стратегическое наступление, не имея превосходства в воздухе». Поэтому создалась такая ситуация «style made». Кстати, если характеризовать военные успехи Украины, то состоят на через два года войны нападение на нее Второй армии мира, которая в разы превосходила ее по вооружениям, танкам, самолетам, артиллерии. По мемблиниционному потенциалу вот это состояние «style made» – это большое достижение украинского военного руководства. Но Заужного это не страивает. Он хочет сломать это «style made» и говорит, что для этого нужно. Он причисляет список, но прежде всего эти самолеты и дальнобойные ракеты. Ну, я считаю, что определенная реакция, во-первых, на это обращение Заужного, а во-вторых, на вот те тезисы военно-политического руководства Соединенных Штатов о том, что Украина и Израиль – два фронта одной мировой войны, они реализуются. Но в последнее время принято решение о передаче дальнобойных ракет «Хаймерс». На сегодня любая точка Крыма может достигаться с позиции ударами ракет «Этекс». Ударами «Хаймерсов» с ракетами «Этекс». Любая точка Крыма – это то, что давно добивалась Украина. Продвигается решение и по самолетам. Самолеты, украинские летчики, они уже тренируются по сушу на аэродромах «Подскоков» в Румынии. А по отдельным сведениям вчера и в американской и в украинской печати часть этих самолетов уже находится в Украине. Ну, конечно, возникает вопрос, а почему ИЗАУ же неправильно ставят? А почему это не было полгода, а почему этого нет сейчас? Но мы знаем, почему, мы с этого два года, мы с вами обсуждаем, потому что все время в администрации боролись два подхода. Поход у Остиной Блинкина за победу Украины, подход Соливана Бернса предательский по существу за так называемое непоражение. Но, во-первых, произошло два события очень важных. Вот эта группа Бернса и Соливана, она себя полностью дискретировала. Я уже несколько раз рассказывал о этом событии. Были разоблачены переговоры, которые, сведомо, Соливан увел Грэм в Москве. И были разоблачены переговоры Бернса, которые договоренности, устные договоренности, которые он достиг 11 ноября 2021 года с Путиным, о том, что Украина не будет наносить удары по российской аудитории. Эта группа потеряла свои позиции, сейчас мы о них не слышим. Сейчас администрация говорит и действует устами Блинкина и Остиной. Поэтому эти вопросы ускоряются. Ну и на ваш вопрос мы можем ответить. Ну, я думаю, что месяца через два мы получим достаточное количество и самолетов F-16, и дальнобойных огнет. Вот тогда и посмотрим, стейлмейт сохраняется или стейлмейт... На мой взгляд, стейлмейт как раз будет ликвидирован. Потому что Крым в этой ситуации будет в очень уязвимом... Да он и сейчас в уязвимом положении. Потому что вот если стейлмейт на земле, я согласен, то, как ни странно, стейлмейта нету на море. Российский Черноморский флот, он после что парализован, он в части своей бежит в Новороссийск. Так что долго, на мой взгляд, долго война продолжаться не будет. Андрей Андреевич, сейчас отмечается, ну, будем откровенны, активность россиян на нескольких направлениях на поле боя. И многие это связывают с тем, что Путину к так называемым выборам нужно что-то показать, показать какой-то результат, какие-то тактические успехи. Вы как относитесь к такой версии? Ну, именно так и есть, конечно. Причем ему надо... Почему Авдеевка? Ну, потому что для него самый болезненный вопрос это показать, что он хотя бы может восстановить контроль над Донецкой областью, в пределах этой области в составе Украинской Советской Сатистической Республики. Ну, опять же, мы видим, что это... Все это происходит в рамках того же Стейлмейта, который, как я полагаю, будет в ближайшее время сломан получением в достаточных количествах дальнобойных ракет ЭТАКС и истребителей F-16. Кстати, вот еще одна тема эксплуатации сейчас антиукраинской, это разногласия Залужного и Зеленского. Ну, во-первых, я скажу, что история всех мировых войн показывает, что отношения политического руководства и военного никогда не бывают безоплощными. Но это генетически Залужное, это разный взгляд у людей, политический взгляд на проблему и чисто военный. Это происходит и в тоталитарных государствах, и в демократических. Ну, в тоталитарных это решается обычно либо военными переворотами, либо расстрелами генералов. Достаточно примеров и в Гитлеровской Германии, и в Советском Союзе. Но мы помним, например, классический конфликт во время Корейской войны. Корейская война, кстати, она очень важная. Это была первая такая прямая война Соединенных Штатов и Советского Союза. Советский Союз участвовал в этой войне, авиация его работала. Был очень острый конфликт между Троманом и Германии Маккартером, и в конце концов Троман снял Маккартером. Так что отношения никогда не бывают безоплощными. Ну, вот смотрите, а в чем, собственно, я не вижу сейчас принципиальных разногласий. Вот на днях у нас здесь в Вашингтоне был руководитель офиса Ермак. Вот он, по-моему, очень конструктивный. Его визит прошел. Он встречался в администрации с Блинкиным, с Элливаном. Выступал в Хадсен институт, очень уважаемый Сент-Кен. И, в общем, его основной мотив был оружие, 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 оружие. Ну, и чей заказ он артикулировал, зауженного или Зеленского, и того и другого, естественно. Я не вижу оснований для спекуляции о каком-то непреодолимом конфликте в украинском военно-политическом. Я вижу другое. Вот вы уже говорили о западной прессе. Дело в том, что, к сожалению, очень болезненный фактор. Вся так называемая качественная американская пресса, это Нью-Йорк Таймс, это Вашингтон-Пост, это, я не знаю, там, Хилл, Ньюс Вик Таймс, она находится под контролем леволиберального кровати демократической партии. Эти люди категорически против Израиля и против Украины. В этой, ввиду, сейчас уже абсолютно очевидны всем четвертым мировым войнам. Это характерно вот для этой леволиберальной тусовки. Это выпускники обычно лучших американских университетов, так называемой плюшевой лиги, где уже лет сорок господствуют такие прокоммунистические профессора, и они их воспитывают в воздухе виновности Соединенных Штатов перед угнетенными народами мира и так далее. Ведь особенно в отношении Израиля дошло до невероятных вещей. Слушайте, выяснилось, что бандитов, напавших на израильские Сибуцы, сопровождались с самого начала корреспонденты, служат Нью-Йорк Таймс, Би-Би-Си, Рейтер, Ассоциейтед Пресс, которые снимали все эти издевательства над пленными. Они были заранее приглашены хамазовцами, то есть они были часть участниками этой кампании. И когда израильские правительства обонародовали эти факты, эти газеты возмущались даже. Что такое? Вы говорите, это наши корреспонденты, это возмутительное обвинение. Под большим нажимом они вынуждены были от них как-то прервать с ними контракты. Ну, в общем, все, почитайте, посмотрите ту же сцену. Вот мы смотрели вчера события вокруг этой больницы. Все подается с точки зрения Хамаса. С точки зрения Хамаса. Все по существу, эти левые издания, они являются пропагандистиками леском Хамаса. А что касается войны в Украине, все они, вот, все эти статьи, ну, апофеозом, знаменитая статья, по-моему, в прошлый раз и обсуждали этого Шустера, статья в «Таймс». Апофеозом основной мотив, что Запад потерял интерес к Украине, в Украине наступление провалилось, Украина никогда не способна победить победить русских, у них там очень серьезные внутренние разногласия, у них коррупция, у них все. И давайте переговоры оставить, делать большие теоретические услуги. Это мы слышим от «Нью-Йорк Таймс», от «Вашинг-Пост». Ну вот, слушайте, я уже устал об этом говорить, но я снова, я вижу, я вчера опять обсуждение в Конгрессе, в Конгрессе, вот эти десяток трамповских людей, они просто повторяют наизусть статью вот этой марази, иначе я назову, Изабелла Хардишиан, которая сидит в Киеве, возглавляет бюро «Вашингтон Таймс», и вот они все повторяют сейчас, она две статьи написала, разоблачающие преступления украинских спецслужб, якобы такие чудовищные, создавшие эти спецслужбы ЦРУ, оно пришло в лыжность, и теперь Украину никогда не примут ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Ну и это же, этим они обосновывают свои пробуксовки с помощью, с представлением финансовой и военной помощи Украине. Ну вот, сколько можно терпеть? Вообще она занимается агентурной работой, она собирает какие-то сведения от сотрудников украинских спецслужб, ну как минимум ее нужно выгнать немедленно. Это же последние две ее статьи, это по филосу, но я же помню, у нее нет ни одной статьи благожелательной к Украине. Ну, вот эта позиция, вот этой левой тусовки, она антиизраильская, антиукраинская, потому что она антизападная. Они воспитаны так, что Запад вот виновен в каких-то преступлениях против прогрессивного и углеченного человечества.